приветствую на своем канале вчера залез в уведомление почитать что там нового поскольку повещение не телефон иногда не приходит то есть приходится заходить сами как бы настройки то есть сделал видос то как я продаю чемпион 240 вот это видос то есть одни перекупы сейчас перейдем к сути дела кстати меня уже 323 подписчика почему-то вчера было 320 так все это лирика то есть такой чувачок fixipay нарисовался блять ну то есть читайте пишешь название ролика так как будто беленький пушистый сам тут тоже перекуп ну тут я какого-то хуя начал оправдаться хотя надо было нахуй послать сразу блять но и для тех кто не читая как бы комментарием к ним видосом просто есть такие товарищи которые нам как бы не товарищи но они считают что они могут не вставить чупик правосудие но блять в итоге обсираются со своими высерами и блять потом соскакивают с диалога был как бы один товарищ который нам тоже не товарищ вот так скажем в комбинации беседы он написал что уже поздно пора спать и на следующий день на связь не вышел и уже блять прошло больше месяца и так и наверное блять то ли помер во сне то ли чего то есть тут я товарищу пишу вот сколько мне обошелся ремонт самой бензопилы со всеми вложения не считая поездок и всего прочего то есть чемпион обошел себе по цене новой ты в названии ролика людей оскорбляешь говоря о том что они мешают тебе продавать где это блять сказал где написал дать вообще ебанулся что ли ты названием ролика людей оскорбляешь блять то есть блять одно и то же два раза нахуя я вроде блять и так все понял с первых строк блять и просить скидку все всегда нормально я так считаю но я не знаю блять обычно когда я кому-то пишу о чем-то блять когда я что-то хочу купить или у меня что-то хотят купить они первое дело пишут скидки будут не будут блять они так давай ведь мед целая потом блять когда я уже собрался можно сказать ехать отсылать они за ними бы скидосик пяти хаточку блять ну а когда желающие с двух страниц узнали шоу скидок не будет и блять не почему-то интерес весь пропал моментально то есть этот фикси паю написал если успели прочитать нажимаете паузу блять так но я тут что-то потом сидел на работе скучал бедом перейду блять чё там за фикси пай блять но тут пиздец игра игра в кальмара блять цыганская пила с названием союз ice cream 5 блять какие-то эти китайский набор велосипедной блять ржавая молодость блять то есть блять полный пиздец так я тут кстати вам несколько видосов в комментарии написал то есть чувак тут занимается обзором товаров сица фикс прайса то есть вот этот шлака блять но этим же инструментом либо ремонтирует бензопилы которому приносится на ремонт я сейчас быть просто видос найду и блять я не знаю блять я охуел быть конечно от такого ремонта блять просто чувак как бы занимается не своим делом не тут мало кто знает такой функции всем привет с вами канал все отличие канал вот этого фикси поэтому его что у меня подписчики они как бы не нужны канал у меня для детей поскольку я уже старых больная обезьяна ну и когда меня не будет дети уже будут взрослые ну или наоборот когда дети будут взрослые меня уже не будет поэтому по моим видосом они могут чему-то научиться в этой жизни если я вдруг сам не успею к чему-то научить так давайте посмотрим что за секретные функции отверток из фикс прайса короче в общем возвращаясь я к наборе отверток из фикс прайса значит здесь у нас эти вот торцевые головки они в миллиметрах тут вот написано да кто там сейчас не видит вот я увидел какие-то записи пошли ближайшие это 2424 поделить на 4 будет 6 примерно 6 целых и остается получается 1 4 1 4 это 25 соток то есть почти 6 и 5 проверяем подключается ли бита обычная бита вот под эту головку да она подключается магия на ночь то есть вот такой вот лайфхак и существует вы можете под эту трещотку подключать биты с помощью вот этого переходника но я вам скажу так вот такую головку не обязательно в дюймах просто миллиметр допустим 6 половиной мало кто вообще продает сейчас я вам покажу еще один набор из экспресса в котором есть 6 половиной вот в таком наборе есть торцевая головка на 6 половиной так перейдем к бензоинструменту надо начать сначала как он ремонтировал тут 38 кубовую бензопилу сейчас я найду чудо тут тормозил в самом начале с вами канал fixipay и это наше новое видео принесли на ремонт спец 38 кубиков значит и вот у нее заданная поршневая абсолютно будем ставить новую поршневую поршень я уже поставил сейчас покажу вам как ставить буду цилиндр значит вот видите поршень я поставил правильно стрелочка вот здесь вот есть она указывает направление на выхлоп вот здесь вот есть замок и кольца должны замкнуться в этот замок вот там вот есть . такая сейчас покажу как он стоит цилиндр это вообще мрак вот хотя как говорится каждый дрочит как он хочет так его кстати даже не смущает что весь этот герметик начнет вылазить каналы перепускные тем самым самым завихаря топливную воздушную смесь тяжелее это делать но это не значит что самое интересное что он не снял с собой и это будет ему мешать завернуть винты отверткой из fixprice вот с таким вот ближе я как бы оставлю ссылку на конец мать в закрепленном комментарии в первом захочет перейдет на этот канал возможно подпишется вот сейчас поскольку товарищи поучиться кольца строго в замке точку видно и уже соответственно держим тогда замаховик и надеваем надеваем абсолютно все прокручиваем все хорошо все отлично будем прикручивать наши наш цилиндр болтами так то есть вот этот адаптер под биты он ни хера не пролазить цилиндр блять и намазав прокладку весь горшок он просто блять шатается тем самым герметиком как бы смазывается своего места на которую мы будем это делать крестом давайте посмотрим как коррест получше оба блять скоба помешает ну ладно попозже это сделаем так давайте тогда вот этот винт он попал все накручиваем его все последний с хуяль последний то блять ты еще тут не завернула он снова не входит сюда не хочет откази да ручка то мешает блять скоба то блять я не вижу там нет он вошел по-моему или нет нет он витя не вошел а почему не зашел потому что блять крест-накрест надо тянуть взял на что-то ребят то он уже смещение отверстий идет ну фикс прайс как всегда выручает своим пластилиновым инструментом просто это к тому что затягивать винты цилиндра без фиксатора какой-то блять гориллая отвертка из фикс прайса который просто блять проворачивается пластики сама вот эта железная то есть на мой взгляд усилия для фиксации цилиндра мало и при эзотерации он может легко отвернуться но как бы человек фикси пай он озвучил в начале видео ну и все я думаю за кадром уже сейчас эту пилу ему покажем на ремонт полностью сборку так вот закручу последний винт ты даже пошли не закручил уже потом покажем финальную сборку и посмотрим заведется данный аппарат или нет вот хорошо подтянули его как раз напарник схватит потом подсос воздуха поменяет горшневой пановой нельзя работать бита застряла ага бит у тебя застряла все нормальные делают шестигранниками а не битыми блять так ну вот в общем-то собрал первый напад к блять в перчатках блять погнали так схватилось вы слышали что пила схватилась я лично ничего не слышал любая пила даже после ремонта она обычно максимум 5 протяжек запускается ну конечно к моему чемпион 240 у меня это не относится поскольку там блять калиновал стопорился и просто холостого хода не хватало чтобы провернуть калиновал ну вот аппарат рабочий все как и на той пиле в принципе было значит поршневую здесь заменил пришлось заменить еще топливный шланг правда там же такая хитрая система сейчас хитрая система там блять миппель там уже такая хитрая система значит вот получается утопленный шланг вот здесь вот вместе он порвался я хотел просто как заклейку сделать но в итоге отказался купил новый шланг просто вот в чем его загрузка в том что он отсюда не вытаскивается он здесь спаян он здесь спаян это единая как бы резинка такая не очень удобно ну а так в целом аппарат рабочий на этом все с вами был канал fixipay до встречи всем пока ребят другую всем привет с вами канал fixipay и это наше новое видео принесли мне на ремонт пилу спец 38 кубиков значит и вот у нее задранная поршневая абсолютно будем будем ставить новую поршневую ну то есть принесли на ремонт там где то я тут еще комментирую всем привет с вами канал fixipay и это наше новое видео сегодня нам привезли на ремонт пилу союз с обычной проблемой не заводится значит что хочу сказать сразу при диагностике выявилась вот такая вот вещь я кручу за коленвал и видите он кривой он кривой плюс расстояние вот здесь изменилась да никого не напрягайте синие сцепление плюс звездочка болтается сцепление грели все в грязи вот здесь по периферии ей явно раскорчевывали какие то деревья да так же давайте по стартеру посмотрим хуже пилы еще реально не видел сродни цыганки посмотрите на эти собачки пластиковые сто лет уже собачки ну наше теле тоже собачки пластиковые ничего и тем более она там одна всего я не знаю почему человек суетопили по пластиковым собачкам которые на скорость они как бы вообще не влияют если пила исправна то им ни хера не будет блять на весь срок службы бензоинструмента пластиковые не делают сто лет как бы сейчас мы ее заведем с вами посмотрим что к чему да с вами посмотрим что к чему да то есть то есть а никогда ее не покупайте вместо шестигранника какого-то удлиненного на 140 миллиметров например на 100 хотя бы использует какую-то блять говноотвертку из фикс прайса блять с битами которые остаются цилиндров блять потом мандаражит пилу чтобы достать оттуда биту блять чтобы следующий ремонт она у него была под аркой в общем все это дело попробуем завести уже то есть вообще по факту здесь конечно нужно менять коленвал и так далее как я уже сказал он кривой но я думаю что владелец такой суммы откажется ну то есть товарищ видел что сцепление синие из за того что коленовал гнутый кулачки работают неравномерно по сцеплению идет нагрузка блять на на саму чашку то есть скорее всего там мандаражит блять саму звезду эту блять из-за того что не соосная ну то есть цепь там тоже елозит по звезде но знаю света он оставляет как бы все в неизменном виде даже через какую-то деревяшку не выгнул коленвал хотя бы даже не пытался сделали так чтобы она просто заводилась а дальше уже смотрим так мы что пробуем так мы что пробуем как не будем на этом все на фикси пай всем пока так ладно с ним следующее видео наверное будет последним сейчас я посмотрю где он тут рассказывать что стало с пилой за год добрый день откройте моду на яндекс маркете одежда обувь и аксессуары всем привет с вами канал фикси пай и это видео про нашу бензопилу евролюкс 4516 значит отработали мы ей год и это видео что будет самый дешевый через год я хочу в этом видео посмотреть паршневую группу ударной пилы что произошло с ней за год так друзья для этого нам нужно соответствовать вот здесь вот открутить глушитель то есть вот этим болтом вот этим болтом и две яички на 8 кстати говоря очень хороший шестигранник купил какого хоть это за блять этим шестигранником не протягиваешь цилиндры если это видео вышло и раньше чем 38 кубовые спец вот это вот тоже для меня непонятно походу блять проебала его уже где-то блять в своей траве блять лазишь стоит в районе 100 рублей но зато здесь есть также ключ на 4 на 5 и длинный на 5 то есть очень удобная вещь такая а длин это на 5 а не на 4 а самый ходовой это 4 миллиметра шестигранник поэтому он его и не использует при протяжке цилиндра хруст плана производит но это в данном случае китайский ключик приобрел просто в магазине без всякого так сказать дополнительного еще хочу сделать дополнение про вот эту вот рукоятку из экспресса очень удачная рукоятка во первых при как показала практика да то есть при использовании данной рукоятки очень хорошо то что она почти вся прорезинена и очень жалко что здесь вот пластик а так она выдерживает просто нормальные нагрузки я ей цилиндр откручиваю постоянно удобно она ни разу не дала сбой не прокрутилась как это было с синей одной ну то есть человек как я и говорил уже ранее покупает отвертки в фикс прайсе но они как бы сделаны кругляк заплавленный в пластик то есть там нет никаких выступов и эти отвертки они проворачиваются то есть он скупал их до талого пока не остановился на этой отвертке поскольку она не провернулась еще до сих пор как синяя как он рассказывает 3 так вот показываю да что у меня вот там отвертка прокрутилась просто она просто сломалась вот здесь все и ее можно теперь отсюда вытянуть просто вот так вот выглядит сам так сказать само жало такой отвертки из комок ну то есть товарищ легких путей не ищет чтобы купить на каком-то сайте все инструменты шестигранник как я купил самый дешманский за 18 рублей на 4 миллиметра так забыл как этом конторы то я как-то уже видос снимал торрик 18 рублей шестигранник 140 миллиметров длина просто блять копейки на интересно жалко отвертка была хорошая правда но сделано видимо не совсем качественно вот с этой отвертки рукоятки проблем нет может быть дело не в качестве отвертки а то что ты нагрузку на ее делаешь намного больше чем она рассчитана поскольку откручивать или закручивать какие-то винты ну то есть блять короче вы поняли блять хуйню им занимается так ну в общем то это головка на 8 и вот она подходит вот сюда и все я спокойненько откручиваю все дальше уже скручиваюсь когда уже непосредственно буду показывать вам поршневую в общем то друзья вот все что имеем на данный момент вот такую вот камеру и вот вы видите сейчас цилиндр бензопила отработал год и на ней ни одной царапины попробую с этом как-то поиграть может быть как-то лучше будет вам видно но все равно видно что в данном случае что вот бензопила в хорошем состоянии но на прошлом есть некоторые задиры сейчас тоже покажу сейчас секунду так вот видно да на просто есть какие-то какие-то задиры вот пожалуй получается да как они образовались я понятия не имею хотя массовая блять ну как-то не имеешь понятия как образовались задиры если ты занимаешься ремонтом бензоинструмента блять я вот этот понять не могу блять то есть ты занимаешься ремонтом инструмента но нихуя не понимаешь как он блять вообще работает и принцип всего блять ремонта в принципе и в данном случае вот еще небольшой такой задир интересно ну я пальцем проверял там царапина вообще не глубокая она крайне поверхностная возможно просто слез слезал покрытие с поршней конечно блять вот так специально для тебя покрыли поршень так что тут предлагаю еще какой-нибудь видосик посмотреть ну только не по тверкам из fix price тут какие-то сосиски железь блять всем привет с вами канал fixipay и это наше новое видео сегодня я хочу рассказать о том как оставить пилу на хранение зимой это пила евролюкс обзор уже у меня на канале был можете посмотреть вот сейчас уже достаточно холодно и я как раз хочу показать вам как я раню бензи пилу первое что хочется сказать после окончания каждых работ каждых работ вы должны сливать бензин вот отсюда сливается с бензобака бензин абсолютно весь потом закручиваете заводите эту пилу обязательно заводите здесь когда вы сольете в праймере останется бензин это значит что в карбюраторе еще есть бензин и он останется там надолго если вы его не сожжете поэтому вы заводите пилу после того как сливаете бензин бака всю ее прожигаете то есть жмете газ пока она не заглохнет и это будет означать что в карбюраторе не осталось бензина почему это возможно он поймал задир когда газовал полный газ когда топлива в баке не было возможно там какая-то песчинка попала блять или еще что-то потом он удивляется почему у него задиры блять появились через год работы бензопилы блять действительно почему бы это делается потому что карбюратор у нас мембранного типа там находятся резинки которые собственно говоря сейчас покажем которые от бензина они рассыхаются потому что бензин у нас высокая активная не видно да тут к сожалению нельзя снять там есть мембранки такие тоже резиновые прокладки скажем так для особо несмыслящих вот значит мы слили бензин вы прожгли ее полностью сливаем масло сливаем масло здесь не откручиваешь уже полностью сливаем масло тоже почему это делаем потому что при хранении пилы очень часто особенно у китайцев у китайцев это при хранении пилы масло потекает масло потекает потому что кстати вы обратили внимание на заливную пробку бензобака какая там модная резиночка из камеры велосипеда скорее всего я конечно не в курсе но что-то напоминает велосипедную шину там отходит шланг от цепуна его крепление не очень надежное и поэтому в данном случае идет подтекание масла и чтобы у вас потом лужицы масла не было после зимы масло тоже сливаете обязательно выкручиваете свечу для чего это делаете когда вы полностью выжгли карбюратор там в карбюраторе бензина нет а в праймере все равно бензин останется но когда вы выкрутите свечу этот бензин у вас испарится и праймер у вас будет абсолютно чистый через пару дней вот то есть свечу надо выкручивать чтобы у меня не снимается колпачок вот свечу надо выкручивать ну у меня свечной ключ сейчас я уж это делать не буду и вот в таком положении вы оставляете свечу оставляете где-то рядом с бензиномой чтобы ее не потерять в принципе вот в таком положении она должна перезимовать всю зиму на лето вы можете поставить зачем обратно но бензин не заливайте и масло тоже если не будете им работать вот и все с вами был канал фикси пай ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока скачай новое приложение алиэкспресс доставим топовые товары в срок более идиотского совета я еще в жизни блять не слышал так ладно заканчиваем с этим персонажем переходим на другой итак следующую часть видео как я наёбываю своих покупателей которые покупать у меня бензоинструмент давайте разбираться как же я их наёбываю буквально спустя после общения с фикси пай буквально через час выползает вася и вася короче блять старый видос про эдон первое видео что очередной пациент на моём канале моя новая крюшка третья по счёту бензопил байдон купил её на вид сегодня ставьте комментарии если не всплевайте ставьте на паузу я так понял её цена была 3 900 чистокровный китаец 52 куба где он нашёл коленвал за 800 и поршневую за 850 я не знаю блять то есть ещё очередная высера от какого-то диванного мастера бензоинструмента сейчас подробно всё покажу расскажу и докажу то есть маленького с ним тут диалог завязался то есть мне предъявил что пилу я взял не за тысячу рублей хотя на тот момент я ещё раз озвучу свои комментарии я как бы не снимал историю без инструмента который покупаю на вид с самого начала то есть я купил где-то там озвучил цену за которой я купил и уже в конце последнего видео в закреплённом комментарии или же в описании под видео я всегда пишу расходы на данный ремонт то есть товарищ продавал штиля написал что штиль вещь а китайцы говно я так заинтересовался думал что там за китайцы у него короче за две недели взял его из мором и за косариум я его продал ну товарищ начал тут пиздеть фантазировать говорить и писать то что я никогда не говорил и не писал своих видео или в комментариях так же как и фикси пай то есть наставил ему плейлист на эту пилу поскольку он начал судить все по первому видео сейчас вот по второму видосу еще перейдем в комментарии то здесь вся история пилы но исключая саму переписку совета когда я ее купил так сразу переходим к другому комментарию к второму видео кстати вот этот товарищ рандом рандом он нот у него раньше когда он занимался сейчас что-то он пропал не виду не слышно его живой ли он так где тут вот-вот так и обманывать навито себя в грудь стучишь что пила за тысячу из двух себе сделаешь нормальное барахло навито как ты базаришь определюсь в цене и последний путь ну вот как можно снимать ни о чем да еще обманывать народ нашего брата много обманывает не боится что тебя может той же манер наказать а а а вася мини хуже боятся я уже вышел с того возраста блять это во первых а сейчас я тебе все как по нотам раз педали блять ну ты кстати наверно уже сам все посмотрел в третьей части поскольку ты тоже исчез с радаров вот такие вот выскочки вылезут блять на два три сообщений куда-то пропадают блять видать понимать что они уже посрались блять и добавить им нечего блять но я как бы развлекаюсь вот я товарищу скинул видео на сборку третья часть поедону разлохматил я пилу ручку снимать не стал где картинка что-то заглючил ладно я оставлю еще в список точнее списка ссылку на плейлист поедону во втором комментарии по этому видео вот я хочу показать что менялась в бензопиле то есть с джелл я снимал масляный насос поставил пластиковый насос на джелл но потом купил новый насос поставил его на эдон а с эдона снял джелл насос и поставил его на джелл то есть вот в третьем по скрипту я пишу что через месяц я купил масляный насос новый за три сутки поэтому на запчасти и на пилу шло 3 700 при том что новая цена была новая пила стоила 3 930 там по 3 900 вот такой это я перекуп на ебу людей но пилы продал за четыре с половиной на я по за сколько я продавал то есть это цена без шины и цепи на эту пилу я покупал еще да даешную шину за пяти хап наверное цепь рублей за 300 и оставил новую райзерскую так куда тут пропал видос непонятно что что-то заглючил тут походу так ладно хер с ним то есть василия как бы на сборку пилы отправил ссылку но он что-то ничего не ответил притих что его взмутил в этом видео то что в конце я как бы хотел собрать из двух пил одну нормально а второй продать на авито но потом я решил оставить все себе сейчас я тут маленько перезагружусь что-то у меня тут все пропало перезагрузился тут маленько вместо резинки поролон идет удешевили так что вот вот этот масляный насос пластиковый который заедал я его поменял чтобы не подтекало чтобы шло точно на подачу машины это у нас к цепи полтора миллиметра холстовик макс потом еще видосик сниму отдельно ну то есть на первых видео у меня заторможенная речь поскольку я фильтрую базар потом уже говорил что я хочу сказать безматься но сейчас я что-то уже перестал это делать то есть общаюсь так же как я общаюсь в жизни то есть я матом не ругаюсь я на нем разговариваю то есть здесь то есть здесь прыжневая там более-менее но тоже один задирки есть ниже выпускного окна ну сантиметр полтора ниже окна где-то на пять миллиметров у нас скорость не является пила пилит только щепки летят поэтому в ближайшее время куплю поршневую и сразу разлохмачу две пилы эту я собирать не буду пока поршневую не оставить разберу джеллу и сразу буду перекидывать с места на место все сделаю франкенштейна выставлю на авито с ценой пока не определился поскольку видео вся эта эпопея началась с видео во мне проснулся перекуп поэтому пойдем по перекускому пути лучше оставляем на эдон потому что он свежий на джелл ставим все что изношено все что меня не устраивает и на авито в последний путь то есть дядя не понравился и тут в последний путь пил отправляю блять по перекупской схеме но в третьей части сейчас я найду и тут блять в третьей части я поменял все включая резинки крышки разлохматил я пилу в масляного насоса заглушки ручку снимать не стал так вот все осталось привода поршень с каким-то напылением я думаю все маркетинга и ход то есть поршневая по тем же самым ценам другое смысл если брать все оптом новое колено сутки ржавые все вот эти вот поверхности болевой ржавчины включая эти щеки думаю ничего не отвернется сейчас выставлю зазор кстати когда я налил туда масло вновь там была такая компрессия что просто блять коленовал не крутился вытаскиваешь веревку до конца а коленовал стоит на месте поэтому я там дергал блять душ все равно ну а когда завел из глушака просто блять масло вылетало блять фонтаном вот крышку я тоже менял и купил крышку масляного насоса поскольку мета не понравилось темпка инструмента цена 80 рублей то есть вот так вот я наебаю покупателей ставлю все новое сука и продаю дешевле блять чем это вышло мне в итоге так опять что-то мне тут зависло все так что у нас тут просто как бы через точку доступа все делаю и 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 на второй день начала заводиться в штатном режиме когда все масло вылетело оттуда то есть когда даешь полный газ масло через каналы пролетает в камеру сгорания домоган компрессии холостых и максимальных оборотов на данных пил китайского производства максимальный оборот то есть карбюратор был накручен на три с половиной оборота каждый винт поскольку поршневую задирала и смесь надо было обогащать чтобы пила заводилась то есть еще раз напомню пилу покупали в мастерской где я наверно 50 процентов запчастей покупают то есть на так как этом улице у нас были новый 77 то есть в этом магазине в этой мастерской купили бензопилу там же и и точили блять цепь на станке когда я снимал о том что в той мастерской лучше ничего не затачивает просто блять цепи на тупая блять ну поэтому эту пилу и кончили через неделю после покупки еще раз ну то есть потом я уже заказал тахометр кстати что касается холостых и максимальных оборотов на данных пил китайского производства максимальных оборотов должно быть 10 тысяч хуй там блять 12500 на 10000 они вообще ничего не пилит ну это я по незнанию блять ласты вход около трех поскольку я не обладаю музыкальным слухом заказал из китая цифровой тахометр для 4 тактных и 2 тактных двигателей для бензопил газонокосилок и всего остального придет он где-то в марте месяце в конце февраля поэтому я все пилы в частности дон и джилл на которых я крутил карбюратор я буду регулировать по тахометру еще сниму отдельный ролик сейчас я вырытую топливо и пойду домой пора на работу собираться все остальное досниму вечером и завтра выложу ролик на youtube я купил крышку масляного насоса отдельно венец отдельный корзина то есть на и доне все были новые клочки будто донушки и причем я так кстати на здесь вот я не указал цену чашки сцепления самой машины то есть чашка сцепления свинцом она была новая покупал я читаю блины на за 450 то есть вот в эту цену где написал 3 430 потом 3 730 это новый масляный насос сюда еще можно прибавить пяти хат за чашку сцепления то есть все новые как бы стоит но поскольку я покупал это на джелл это здесь как бы цена не фигурирует нигде то есть расходы этот сумма не вошла шайба тоже игольчатый подшипники поставил то есть вот эта деталь она расхода на все заглушки сани под видео нет то есть это пила обошлась на 1000 рублей дороже чем она стоила новая я как бы уже в комментарии писал озвучил то есть это машина цепь но и сцепление можно прибавить то получится 1000 полторы примерно ну 1200 1300 плюсом к трем 730 рублям то есть около 5000 вот этот пилами обошлась он продал ее за 4500 я уже как бы видел по продаже я говорил что пилу и продаю на пяти хат дешевле чем у меня обошлась по вложениям прокладка дуспаранет ранее чтобы все четко было чтобы цепь была на цилиндре один ровно по середине звезды просто поменял кольца поршневые работает нормально видео по ней на канале что всем подсказать что она будет моей повседневной пилой как бы весь бензоинструмент напомню меня как бы в своих отдельных плейлистах от начала до конца со всеми вложениями и всем остальным поэтому если кому-то интересно переходите на канал смотрите инструмент в плейлистах которые покупал за сколько где не за сколько в итоге продал ну и насколько я рублей наебал своих покупателей но на этом я увидел заканчиваю всем пока это был как бы двойное видео как оскорбить чувство перекупов ну и как наебать своих покупателей еще раз прощаюсь всем пока да кстати забыл я добавить как всегда дополнение к видео отдельно которого идет в конце ролика то есть вот товарищ пишет мне я занимаюсь ремонтом и знаю сколько это пила стоит сам продаю после ремонта от которых хозяева отказывается туда-сюда блять хуё-моё блять то есть переходим на канал а тут залупа блять ну и дать человек очень занятой что некогда снять ролик как он ремонтирует блять инструменты продает после того как от его ремонта откажутся как он вернет и и и и и и